приветствую вас друзья наконец-то я дошел до видео по экипажу 2.0 который будет 2023 году прочитал всю информацию которая есть взялся руками за голову и надеюсь что она у меня не лопнет от всей этой билиберды сейчас разберемся поподробнее что это вообще такое но вначале попрошу вас подписаться на яндекс цен на котором уже 83 подписчика осталось всего лишь 17 человек до 100 и будет у нас монетизация туда загружаются такие же видосы как и на ю тубе я не прошу вообще ни о чем кроме просто подписаться исключенной монетизации какие-то копеечки сами там будут приходить вам не сложно мне очень важно и приятно теперь возвращаемся к нашим помидорам а точнее картошки что в этот раз получилось с экипажем 2.0 ведь его уже не первый раз нам показывают не первый раз тестируют относительно предыдущих тестов экипажа много что убрали не стали вводить единый экипаж и инструкторов к ним отказались от уровневой прогрессии экипажа а также навыков и талантов которые надо было вкладывать очки и все с этим связано и казалось бы вроде бы убрали некоторые странные вещи некоторые новинки обновления экипажа но сейчас мы продолжим говорить и поймем что вопросов меньше не становится и все обновления улучшения изменения и нововведения все равно вводят в шок как это так и как она вообще может и зачем и так что же добавили в этот раз улучшенные обновленные и новые навыки все старые навыки оставили но и доработали убрали умение теперь выбранные навыки будут начинать работать сразу появилась новая группа групповые навыки туда входят боевое братство ремонт и маскировка такие навыки надо будет качать у всех членов экипажа как и сейчас пожаротушение уехала кардисту сейчас в экипаже остается некая такая проблема что некоторые перки ты выбираешь они не работают вроде бы ты их качаешь и тем более если ты его качаешь не первым перком это займет огромное количество времени из-за чего все время возникает диссонанс что же нам делать качать что-то супер важно и то что нужно сразу сейчас или сначала прокачать то что работает когда полностью перк прокачаешь чтобы легче было это сделать на первых перках чем потом но этот перк не особо то и нужен не особо то и важен и все равно это заставляет напрячься но теперь если такой экипаж у нас в игре появится разработчики предлагают нам это исправить тем что все перки сразу будут работать как и большинство нынешних перков которые чем сильнее ты его прокачал тем лучше он работает логично в принципе также перки которые нужно качать на всех членах экипажа их стало на один меньше пожаротушение у нас у радиста это в принципе нововведение меня устраивает это вполне себе звучит логично нормально ничего плохого в этом нет абсолютно это наверное одно из немногих что не напрягает в этом экипажа 20 идем дальше у каждой специальности будет по 6 наборов навыков всего можно будет прокачать до 6 навыков у одной специальности в эти 6 входят также групповые навыки но если у вас будут члены экипажа с одним или двумя нулевыми навыками то вы сможете выбрать дополнительный навык но то что у всех равное количество перков окей но опять же это никак не помогает нам взаимодействовать с танками где мало членов экипажа в общем и целом просто растусовали каждому по 6 перков точнее навыков теперь пройдемся по всем навыкам старым новым и измененным и так основные навыки шестое чувство оно не претерпело изменений также находится у командира по умолчанию боевое братство более не является умением начинает действовать с одного процента прокачки являются групповым навыкам на ремонт без изменений групповой навык маскировка без изменений групповой навык и так у командира следующее у нас умение орлиный глаз без изменений на мой взгляд на фоне остальных умений которые у нас улучшили орлиный глаз как-то смотрится еще более вяло он и так был хуже чем радио перехват в общем и целом это умение обделили очень сильно дальше мастер на все руки уменьшает вероятность ранения командира на 30 процентов почитал дальше умения мы поймем что это умение просто компенсирует то что с этими перками члены экипажа и внутренние модули танков будут как решетово летать каждый бой по миллиону раз дальше наставник дополнительный опыт для всех членов экипажа на 15 процентов вместо 10 командир также будет получать дополнительный опыт но это умение стало более адекватное поскольку до этого вообще им никто никогда в жизни не пользовался сейчас может быть в начале его можно прокачать чтобы подогнать перки побыстрее и потом когда перков будет много можно его поменять на что-то нормальное и все эксперт плюс шанс нанесения крита 5 процентов показ поврежденных модулей через пол секунды вместо 4 после наведения на противника вообще пер которым никогда никто особо не пользовался станет более актуальным и у меня ощущение что все эти перки направлены на то чтобы критовать смотреть что где закритованы и просто разносить в щепки ваши баки боеукладки и с этим экипажем игра превратится в кто кого быстрее подорвет или сожжет звуковая разведка плюс снижает эффект от оглушения на пять процентов что в принципе хорошо но как-то маловато если это качать на тяже на тяже это качать не сильно хочется поскольку ты все равно от выстрела рты уехать не успеешь но так или иначе становится интереснее новое умение практичность уменьшение времени подготовки снаряжения на 15 процентов и тут мы понимаем что этот перк становится актуальнее хотя казалось бы это полная фигня какая разница на 15 процентов позже или раньше наше снаряжение перезарядится если это не такое уж большое время и нынешней перезарядки хватает но с этими перками все будет критоваться чаще поэтому этих 15 процентов будет еще и мало и захочется еще хотя поначалу кажется что это бесполезный перк дальше умение у наводчика плавный поворот башни снижение разброса при повороте башни на 15 процентов вместо семи с половиной то есть улучшенная стабилизация даст нам возможность стрелять чаще с вертухана более уверенно так следующая снайпер шанс нанести крит 10 процентов вместо трех процентов и тут уже начинаем понимать что крита сборнички начинают страдать если еще добавляем сюда умение видеть поврежденные внутренние модули и остальные перки которые улучшают шансы что-то там критануть плюс перки на дпм чеки на остальную фигню получается какая-то жуть злопамятный без изменений мне кажется этот перк немножко тоже остается обделенным на фоне остального безобразия мастер-оружейник дополнительно уменьшение случайной части разброса урона и бронепробития на плюс-минус 20 процентов уменьшение штрафа к разбросу поврежденного орудия на 50 процентов вместо 20 как бы хорошо что альфа не будет лететь меньше но и не будет лететь больше я никакие тесты не проводил и не знаю на длинной дистанции какая альфа лучше с плюс-минус 25 или плюс-минус 20 поэтому здесь ничего не могу сказать но вот следующий перк который там тоже будет работать с выбором заставляет задуматься концентрация новое умение уменьшение разброса орудия неподвижной машины на два спина процента это для каких-то пт-водов улучшение точности хотя типа тэшки которые стреляют с места у них обычно точности так ок какие-нибудь стрв им такое не надо но улучшение точности это лучше чем хуже кому-то наверное пригодится интересно только она прям сразу начнет работать как только ты остановился сразу на два спина процента чик то есть это будет работать и не только на пт по сути еще новое умение быстрое сведение увеличение скорости сведения на два с половиной процента то есть у нас идет и улучшение стабилизации и улучшение сведения и точности и криту и масти и там будут перки на улучшение всяких дпм of основных характеристик экипажа прям жуть какая-то и так механик водитель виртуоз без изменений плавный ход без изменений странно плавный поворот башни апнули а плавный ход нет счета здесь не чистая король бездорожья без изменений чистота и порядок уменьшение шанса поражение баков на 15 процентов уменьшение шанса возгорания двигателя на 30 процентов вместо 25 то есть мы понимаем что вот эти штуки придется качать тоже это что якобы это апнули это просто намеренный ап для того чтобы компенсировать остальные перки такое ощущение что эти перки эти умения они друг друга взаимоуничтожают то есть там увеличили криту и масть тут увеличили защиту от криту и масти но если вы допустим в бою встретите чувака у которого не прокачано это у вас прокачано увеличение крита то челика просто его кастрюля рассыпется загорится и взорвется с большей вероятностью и разрыв наверное между новичками не прокачанными экипажами танками и так далее будет еще больше наверное с такими жуткими цифрами мастер тарана уменьшение урона вашей гусеницы при таране на 50 процентов но гусеница может жить спокойно знаток мотора увеличение мощности двигателя на 5 процентов дополнительный один километр в час вперед и назад это новое умение то есть еще и скорость нам надо подкинуть а то как-то турбо бои заскучали нету боев которые за одну минуту заканчиваются она у нас же появится огнеметные танки которые будут еще лучше сдерживать турбо бои поэтому можно ускорить игру еще сильнее логично и так умение заряжающего отчаянно и более не является умением и начинает действовать с одного процента шоу в принципе облегчает его прокачку это хорошо бесконтактная боеукладка увеличение прочности боеукладки на 25 процентов вместо 12 с половиной что как бы тоже хорошо но там появились перки которые увеличивают крит и это просто компенсация никакого хорошо тут особо я не вижу интуиция без изменений новые новое умение мастер засад снижение штрафа к незаметности после выстрела на 10 процентов увеличение незаметности за растительностью на 2 процента но это чисто для пт в кусту постоять покемперить чтобы спастись хоть как-то от лтшек которые катаются со своими копами шмопами и светят все за кустами вот такой вот персональный перк для пт хотя и для ст некоторых этот перк будет интересен может быть даже и для лт которые любят пострелять а то понаделали лтшек размером с тяжелые танки на них и не стрельнуть сразу светишься умираешь и не посвятить ближний бой уменьшение перезарядки орудия на 2,5 процента при расстоянии до противника не более 50 метров это прям персональный перк для тяжей или стэшек во взводе и дальше можно еще фантазировать новое умение доработка боеприпасов уменьшение нижнего порога разброса урона и бронепробития на 2 процента вот это такое ощущение как будто бы все мы всегда надо будет качать не знаю конечно насколько это улучшит нашу результативность эти два процента не факт что это будет заметно прям и как мы это сможем вообще вычислить если мы не знали сколько было бы и сколько получилось мне не сильно нравятся перки которые работают с выбором лучше бы просто выбор уменьшили там до 15 или до 10 процентов а эти перки с такими изменениями оставили бы лучше при себе и так дальше перки радиста радио перехват без изменений командная работа ранее ретранслятор увеличение основной специальности всех ваших членов экипажа на 5 процентов при расстоянии до союзника не более 100 метров то есть это какое-то дополнительное боевое братство если рядом с вами есть союзник на тяже это точно надо потому что кататься на тяже самому с собой это как-то звучит не очень если еще добавить умение которое называется ближний бой уменьшение перезарядки орудия на 1,5 процента да еще боевое братство да какая-нибудь инструкция да доппоек да в рандоме танки друг друга будут убивать еще жестче а если еще и критуемость увеличить и кто-то не прокачал защиту от критов какую-нибудь там да тут то ведра в рандоме будут разлетаться я думаю за минуту в максимум тем более карты коридорные все сбиваются в кучи это усиление турбо боев стопроцентное это не вооруженным взглядом видно и игра превратится в еще большую турбо помойку где люди будут просто еще жестче критовать друг друга чаще качать будут перк чтобы видеть у кого чё критовано и разносить в пух и прах всех из себя и врагов за одну минуту еще быстрее прожимать ремка аптечки еще быстрее убиваться и убивать врагов из последних сил уменьшение вероятности ранения радиста на 30 процентов передачи разведанных о противнике на 4 секунды вместо двух секунд после уничтожения танка то есть даже когда ты сдохнешь то еще врага буш еще дольше светить чтобы даже если ты упоролся пользы с тебя было еще больше пожаротушение теперь она только у радиста не нужно качать его на всех и работать она будет сразу принципе все неплохое обновление этого перка поскольку его обычно некуда было приткнуть и все время думаешь его или не его качать еще и у всех новое умение постановка помех от времени видимости вашего танка на одну секунду вот этот перк это хорошо для того чтобы быстрее уходить из-за света меньше получать люлей дольше жить такие перки я одобряю да конечно они тоже взаимодействуют с тем когда вы сами врага подсвечивать и быстрее уходите из-за света но все же они больше направлены на то чтобы дольше жить и такие перки мне нравятся но таких перков в этих новых экипажах 20 очень мало больше перков на то чтобы быстрее все в кучу убивались еще и заблаговременно специально в кучу в эти сбивались новое умение мастер связист ранее изобретатель увеличение основной специальности всех ваших членов экипажа на два с половиной процента после нанесения урона по разведанным больше чем прочность вашего танка очередное увеличение характеристик если ты посвятил что-то бывает что ты светишь но по врагам союзники не стреляют они как некоторые пишут играют без монитора и если у тебя союзники играть с монитором то на тебе два с половиной процента увеличение характеристик членов экипажа а если у союзников монитора нет то ты ничего не получишь с одной стороны прикольно с другой стороны больше поводов горению твоей жопы когда ты на лт все светишь а понтус этого никакого не видишь и на лтшки иногда легче всех самому поубивать потому что видите ли у твоих союзников в монитора нет итак теперь будем переходить к выводу который сделан на вот экспрессе каким-то там экспертом попутно я буду отдавать свои комментарии и сделаю свой вывод навыки мастер-оружейник и доработка боеприпасов могут уменьшить нижний порог разброса урона и бронепробития до 18 процентов а верхний порог до 20 таким образом данные значения будут приближаться к среднему танка но и альфа будет вылетать меньше меня вот тоже этот вопрос немного смутил и каждый раз они пытаются пропихнуть какие-то перки связаны с вбр м хотя мне кажется что это неправильно и нужно всем сделать одинаковый вбр процентов 15 10 20 я не знаю сколько лучше это сначала протестировать они просто пихать лишь бы впихнуть потому что у людей итак шарики за ролики заезжают с этими вашими вбрами они 12 лет не могут до сих пор понять крутят не крутят крутят не крутят и тут еще эти перки как на зло суют навыки эксперт и снайпер увеличат шанс нанесения крита в сумме на 15 процентов модуле член экипажа теперь будет вылетать чаще да но и там много перкового напихали где снижается криту и масть но это нужно еще проверить на все ли снижается криту и масть поскольку если там какие-то двигателя или баки или что-то там где-то не снижается то кто-то будет вылетать очень часто вот прочность боеукладки там повышается а прочность баков если нет то ну советские танки в лоб будут гореть просто постоянно каждым выстрелом члены экипажа тоже они же вроде не все уменьшают шанс крита себе своими перками получается что у некоторых танков где некоторые члены экипажа будут прям торчать впереди будут постоянно дохнуть да и вообще в принципе советские танки в лоб вообще этом китайский с боекладкой американские британская боекладка в нлд боже да это просто будет взрыв пакета ездящие это еще не дай бог вы все эти перки сразу не прокачайте понапихали этих каких-то процентов на увеличение крита на защиту от критов но очевидно же что никакого баланса в этом по-любому не будет некоторые старые слабые танки у которых там во лбу баки боеукладки мех воды там и так далее у кого и так критуемость плохая они просто каждый бой по три раза горят или новые танки где во лбу нету изимых зон их вообще-то волновать не будет короче это все какая-то жуть и вообще зачем такие глобальные изменения с перками когда в игре нет баланса вообще как это улучшит игру навык боевое братство командная работа и мастер связи сдадут бонус к основной специальности в сумме на двенадцать с половиной процентов это улучшение почти всех показателей танка ранее такой бонус был лишь у боевого братства пять процентов и эти умения будут заставлять людей скучковаться в куче для создания этих самых ударных кулаков против которых якобы борется арта и сдерживать turbo бои и эти ударные кулаки будут более чем в два раза сильнее чем были раньше арта и сейчас не сдерживать никакие turbo бои а потом тем более плюс еще там где-то есть перк на уменьшение оглушения отчего арта потенциально еще меньше будет сдерживать turbo бои хотя честно мое мнение она ничего не сдерживает вообще она наносит урон в эти кучи только ускоряет поскольку все нажимают ремка аптечки идут дальше и там есть еще умение которое ускоряет перезарядку ремка аптечек что заставит точнее даст возможность еще быстрее катиться вперед забивая болт на эту арту с ее оглушением при совмещенных специальностях например радиста и у командира непонятно как и сколько навыков можно будет выбрать тоже вот это вот меня мысль не покидает самого начала пока я читаю это полотно писанины про перки если члены экипажа со совмещенными специальностями пересадить на премиум танк где нет одной из специальностей то это потеря ценных навыков и вот эти вот некоторые вещи они справлялись задумкой сделать экипажи одной какой-то сущностью но это решили отменить и теперь опять у нас будут бегать эти бабуин щеки кучами там перки есть там перков нету тут командир командир там командир и радист командир и заряжающий командир и пианист и баянист как был полностью какой-то хлам мусорник из этого всего в одной кучи так она и останется я надеюсь что они как-то это пофиксят но я как-то сомневаюсь проблема в том что в экипаже 10 есть явные косяки и в казарме там ни черта не разобраться это окошко малепиздрическая где кучи кучи этих сидят бабуинчиков с ними вообще невозможно никак справиться сидишь как гномик в эту дырочку там разглядываешь этих бабуинчиков как с ними там вообще ничего не понятно то же самое про пересадку про перки про то что там разные члены экипажа на разных танках разные свои основные специальности там есть тут нету вдоль ветки разные специальности меняются туда-сюда члены экипажа то есть то нету все вот так вот хаотично вот в этом проблема но они решили видимо не исправлять это и напихать сверху еще перков которые добавят в игру других проблем поскольку здесь из исправления старых косяков я вижу только одно исправление то что некоторые перки сразу начинают работать все больше ничего хорошего в этих перках я не вижу абсолютно я думаю что это нововведение можно добавить сразу а этот экипаж 20 выкинуть как обычно куда-нибудь в помойку как они сделали это и прошлый раз рекрутинг и переобучение экипажа теперь все новые члены экипажа будут по умолчанию иметь сто процентов к основной специальности при переобучении экипажа на другой танк будут новые условия бесплатно член экипажа получит стопроцентной основной специальности за серебро получит сто процентов основной специальности 50 процентов навыка за золото получит сто процентов основной специальности сто процентов навыка и тут закрадывается вопрос за золото можно получить стопроцентный первый перк но если уже есть прокаченные навыки даст ли переобучение за золото дополнительные стопроцентного навыка тоже вопрос интересный и здесь вроде бы разработчики пытаются исправить то, что ты получаешь новый танк или покупаешь и получаешь 50% обезьян, которые не могут вообще твоим танком управлять. Они вроде попытались это исправить и всунули же сюда возможность подсосать ресурсов каждый раз, когда ты с экипажем что-то делаешь. Всунули сюда вот это за серебро полперка, за золото целый перк. Вот эта жилка жуликов у разработчиков, она никуда не девается. Всегда нужно где-то что-то подтянуть. Не дай бог где-то человечек что-то получит просто так и ничего за это не отдаст. Не дай бог ему еще будет комфортно и удобно. Это сразу провал. Следующее. Один экипаж на три танка. Очень удобная вещь, но непонятен момент, если танк имеет разное количество членов экипажа в ветке. Например, Е-75 и Е-100. Также касается если разные танки имеют разные совмещенные специальности. Например, радисту заряжающего или командира. Ну, опять же, как я и говорил, исправление этих косяков как не было, так и не предвидится. Насколько я вижу. Ну, а что по поводу разного количества членов экипажа. Ну, видимо, ты будешь на каждом члене экипажа выбирать, на каких танках ему можно нормально себя чувствовать, а на каких нет. В принципе, один экипаж на три танка это вполне себе неплохо. Поскольку, чаще всего, в ветке нормальных танков, дай бог, два. Три это прям уже шикарно. Обычно пол-видки, полный мусор. Поскольку баланса, как мы помним, не было и нет. Но, допустим, если мы хотим переобучить экипаж не на всех трех танках, а только на одном, мы будем платить за все. Поскольку я знаю этих разработчиков, они всегда делают все удобно. В общем и целом, это вот всего лишь две вещи, которые вроде как что-то исправляют и дают удобство. Это перки, которые работают сразу и экипаж на три танка. Все. Казарму, опять же, не переработали. Казарма остается старой. Единственное изменение, которое получила казарма, это возможность преобразования членов экипажа в учебные материалы. Ну, в казармах там вообще черти шо происходит. Там эти сотни обезьянок сидят годами с пустыми и не пустыми перками. Туда-сюда их соваешь, там ничего не разобрать вообще. Оставлять старое окошко, но добавлять туда какую-то новую фишку. И после этого разработчики каждый раз говорят, что вот не хочется вот это трогать, поскольку если и делать там, то делать полностью все новое. Поскольку там все интерфейсы и так далее все старое. Но здесь они ничего не обновляют и просто суют туда возможность обезьянок поменять на книжку. И столько времени и лет они все тянут и тянут, откладывают, откладывают, перерабатывают, перерабатывают и все равно получается вот так. Ну и неизвестно, исправят ли они возможность сразу жмениями книжки сувать обезьянам или нет. Ну, интерфейсы картошка за 12 лет не научилась делать как неумело, так и не умеет. Все интерфейсы недоработанные, в них не хватает функционала. Здесь марка держится, будь здоров. Ну и как мы понимаем, окно членов экипажа теперь будет на весь экран и полупрозрачное, как и все новые или измененные элементы интерфейса игры. Тут мы видим, что всего можно выкачать до 9 навыков экипажа из 9 возможных. Здесь опять же еще какие-то нулевые перки есть и видимо экипажи с нулевыми перками будут иметь огромное преимущество над экипажами, где нет нулевых перков, что заставляет задуматься. Итак, этот длинный видосик заканчивается. Сейчас я сделаю свой основной вывод по этим перкам, которые начали называть умениями. Две хорошие вещи, которые можно добавлять в игру или возможно даже три. Это то, что перки должны работать сразу, а не то, что некоторые работают только когда ты на 100% выкачишь. Это неудобно, неприятно и все время бесит. Также то, что в казарме бабуинчиков можно превратить в книжечку для опыта экипажа, это хорошо, поскольку просто удалять их в никуда иногда жалковато, но что поделаешь. Возможно то, что экипаж сразу 100% тоже ок, но как-то сделано это как будто бы разработчики опять хотят выманить там чуть-чуть серебришка и голды. Мне не особо это нравится, можно было сделать и поприятней. Да и непонятно, что там за 200 или 250 голды можно будет при переобучении каждый раз перк себе накидывать, что ли? Какая-то фигня, короче. Ну и то, что экипаж на три танка. Все, положительного больше я не заметил ничего абсолютно. Мы видим, что перки заставляют будут людей сбиваться в кучи, потому что некоторые перки работают, когда союзники рядом на 50 метров, рядом на 100 метров. Очень много увеличений характеристик всех членов экипажа, всех их профессий. Очень много увеличений там ДПМов, сведений, стабилизаций, увеличения критуемости. Добавили также и много перков на защиту от критов. Там чуть ли не персональные перки для ЛТ и для ПТ некоторые. Но опять же, приносят ли эти перки ощущение, что вот перки для ЛТ, вот перки для СТ, вот перки для ТТ, ПТ, арты, колесников, огнеметов, пулеметов, самолетов, звездолетов, трактолетов. Нет, не приносят. Там пару перков, которые, может быть, подойдут некоторым СТ, некоторым ПТ, ЛТ и тяжам. Я бы даже так сказал. Один перк для ЛТ сделали, один перк для ПТ, второй перк для ПТ может быть, но он скорее для всех, и один перк для ТТ. Все остальное опять в кучу. То же самое, как с оборудованием 2.0, так и с экипажем 2.0. Почти все будут качать одно и то же, иногда с маленькой вариативностью, даже еще меньше, чем в оборудовании 2.0. Если сюда еще сверху всунуть новое оборудование, которое пока еще не вышло, которое анонсировали, но отложили или убрали, хотя менюшки уже появились в игре. Забыл, как оно называется, это новое оборудование. Еще добавить этот экипаж 2.0, оборудование 2.0, полевая модернизация, инструкция, боны, шмоны. И все это будет заставлять людей сбиваться в куче, создавать ударные кулаки, и в этой куче танки будут еще сильнее, причем на десятки процентов, сильнее, ни на 5, ни на 2, ни на 3. И чем их больше, чем сильнее они там катят всей кучей, тем они еще сильнее. А карты все коридорные и помойки. И арта будет еще меньше оглушать, и еще чаще оглушение будет сниматься, потому что там есть перки на ускорение перезарядки расходников. Я абсолютно против вообще всех этих перков. Это полный отстой. Это явно не то, что надо игре. Это худшее говно, которое я видел. Я не помню, что было в прошлый раз в экипаже 2.0, но мне кажется, не помню, чтобы там у меня было настолько негативное отношение к новым перкам. Это прямо дерьмо. Не дай бог это добавят. Игра превратится в максимальную критуемость танков и экипажа, в создание ударных кулаков в коридорных этих канавах. И бои будут ну не 2 минуты. Там еще есть перк на ускорение те мощности двигателя 1 км вперед-назад. Да, это всего лишь 1 км, но добавьте сюда турбины, инструкции, боны, шмоны, увеличение основных специальностей экипажа и так далее. Все это в кучу загребите, насколько этого всего много. И мы еще не видели новое оборудование, которое дает там несколько увеличений и характеристик. Вроде чуть хуже, чем фиолетовое, но зато несколько. Это вообще не то. Такое ощущение, что ну, я должен что ли сам сесть все перки придумать и именно то, что надо игре. Вот тебе десяток перков для ЛТ, десяток перков для ПТ, СТ, ЛТ и так далее. Или просто адекватные перки для всех. Но не вот это полная дичь. Мне кажется, я как обычно прав, поскольку, ну, а в чем я не прав? Напишите в комментариях, как вы думаете. С вами был Варчик, играйте красиво, обязательно подписывайтесь на Яндекс.Зен. Всем удачи, играйте красиво, пока. Субтитры сделал DimaTorzok